Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие преподаватели! Сегодняшняя презентация посвящена учебнику 6 класса по предмету воспитания. При создании учебника команда авторов опиралась на учебную программу, которая представлена на данном слайде. Всего по данному предмету отведено 34 часа. Сам учебник состоит из четырех разделов. Первый раздел «Я гражданин». Второй раздел «Я человек». Третий «Я и мои друзья». И четвертый раздел «Семья, маленькая родина». Следует отметить, что на данном слайде представлено распределение часов по теоретическим занятиям, практическим. Также указаны часы, которые предусмотрены для повторения и проведения контрольных работ. По окончанию учебного года к личности учащегося предъявляются требования. К таким требованиям для учеников 6 классов относится следующее. Ученик умеет ставить перед собой цели и свободно мыслит. Он анализирует и оценивает свои действия. Умеет себя мотивировать. Выполняет обязанности. Имеет коммуникативные навыки. Работает в сотрудничестве. Привыкает самостоятельно ухаживать за собой. А также соблюдает духовно-нравственные нормы. На данном слайде представлено содержание учебников «Чувство Родины» и «Воспитание», который пришел на смену данного предмета. Видно, что «Чувство Родины» состоит из четырех глав. То же самое и в предмете «Воспитание». Однако распределение тем в учебнике «Воспитание» идет по календарю и соответствует неделям каждой из четвертей. Таким образом, первая глава «Я человек» содержит в себе 8 тем. Вторая глава «Я гражданин» содержит в себе 7 тем. Глава третья «Я и мои друзья» содержит 9 тем. И четвертая глава «Я и мое наследие» содержит 4 темы. Итого 28 тем, которым учащимся необходимо освоить. Концептуальной основой учебника «Воспитание для шестых классов» послужило следующее. Концепция непрерывного духовного воспитания, что является национальной концептуальной основой, а также предмет «Moral Education» по примеру Объединенных Арабских Эмиратов. Авторы учебника при работе с ним предлагают следующие условные обозначения. Данный значок обозначает, что учащиеся внимательно должны прочесть квант знаний. Следующий значок подразумевает выполнение задания. В учебнике также имеются блоки, обозначающиеся данным значком, которые подразумевают, что учащиеся будут отвечать на вопросы в письменной и устной форме. Следующим значком являются советы. Это дополнительная информация как для учителя, так и для учащихся. Одним из важных значков является «Это интересно». Эта информация обязательно к прочтению. Данный значок обозначает работу в группе, в паре, то есть то, что учащиеся выполняют коллективно. Колокольчик. Данный значок говорит о том, что учащиеся должны оценить свою работу на уроке, то есть провести рефлексию и понять, что ими усвоено на протяжении всего урока. И, конечно же, значок для обозначения заданий для самоподготовки, то, что учащиеся выполняют внеурочное время и, возможно, совместно со своими родителями. В календарно-тематическом планировании урока предусмотрены также и гибридные уроки, то есть это те темы, которые рассчитаны на два часа обучения. К таким темам относятся Я живу по золотому правилу Благодарность живет в сердце Моя махаля – моя гордость Какое поведение – такие и последствия Получай знания – выбирай профессию Современные технологии – на службе добра Здоровье – богатство края Дружелюбие и доброта И, конечно же, честность, добросовестность и технологии Инновационная методика, которую предлагают авторы учебника, подразумевает активное использование следующих методов, приемов и техник, а именно диаграмма Исикавы, диаграмма Эйлера-Вена, круги Эйлера, мозговой штурм, кластер, метод анализа ситуаций, эссе, метод проектов и игровые технологии Целью предмета является развитие ценностей К таким ценностям относятся Гражданские – что выражаются в любви к родине, в гражданской активности, в гражданской культуре и ответственности Нравственные ценности – а именно толерантность, справедливость, милосердие, благодарность и добросовестность Социальные ценности – дружба, доброта, взаимопомощь, уважение, а также умение прощать И культурные ценности, что являются очень важными, а именно бережное отношение к национальным традициям и обычаям, а также достоянию Узбекистана Рассмотрим методику проведения занятий на одном из уроков, а именно на теме «Моя махаля, моя гордость», которая является гибридной и рассчитана на два часа обучения Перед вами структура урока Каждый урок содержит в себе цели, которыми учащийся должен овладеть по окончанию урока А также словарь урока, который способствует развитию понятийного аппарата И таким образом, изучая данный словарь, ученик пополняет свой словарный запас Каждое занятие содержит в себе кванты знаний Материала, который ученик может легко освоить Преподавателю следует использовать следующие методы донесения теоретического материала во время урока, а именно Объяснение, беседа, демонстрация презентации или видеоролика, самостоятельное прочтение и изучение текста То, что проделывает непосредственно сам учащийся Помимо теоретической части занятия, также существует и интерактивная часть Давайте рассмотрим на примере задание номер один Данное задание подразумевает, что учащиеся должны изучить и проанализировать содержание иллюстраций, а также объяснить их смысл Данное задание проводится устно, то есть учитель получает от учеников устный ответ Задание номер два После изучения кванта знаний учащимся предлагается ответить на вопросы Это задание можно провести как письменно, так и устно Задание номер три подразумевает, что учащийся будет полагаться не только на изученный квант знаний, но и на свой имеющийся опыт И при выполнении данного задания сможет смело ответить и дополнить своими примерами Что полезного каждый из учащихся должен и может сделать для своей махали Результаты выполнения данного задания каждый учащийся обсуждает со своим соседом по парте Это способствует развитию коммуникативных навыков, а также работе в сотрудничестве На данном слайде представлен пример рефлексии А именно, данное упражнение поможет учащемуся осознать результаты своей учебно-познавательной деятельности, которую он активно проявлял на протяжении всего урока Для примера мы предлагаем учащемуся заполнить в своей рабочей тетради следующую таблицу И указать, что он сегодня узнал, что ему запомнилось, что он будет применять, что ему пригодится и что он осознал Далее в учебнике авторы предлагают учащимся выполнить задание для самоподготовки В качестве примера они предлагают провести небольшое исследование и записать результаты этого исследования в тетрадь Что должен отразить учащийся в данном исследовании? Первое. Указать название Махали, где он проживает В честь кого или в честь чего данное Махаля носит имя Рассказать немного об истории Махали Сколько семей проживает в Махале Сколько имеется детских садов и школ Название основных улиц, памятные места в Махале Фамилия и имя председателя Махалинского комитета А также описать роль учащегося в жизни Махали, в которой он проживает Как было отмечено вначале, данная тема является гибридной И вторая ее часть предусматривается для изучения на следующем уроке Здесь представлены задания в соответствии с международной программой оценивания знаний учащихся в ПИЗа Одной из которых является работа с текстом Учащимся предлагается самостоятельно изучить текст, на основе которого выстроены следующие задания Задание 6 подразумевает, что при прочтении каждого текста учащийся сможет сформулировать название для каждого абзаца и записать его в свою рабочую тетрадь Следующее задание показывает, насколько ученик может классифицировать информацию и определять, является ли она фактом или является она просто мнением Задание номер 8 подразумевает, что используя информацию из текста, учащиеся смело и самостоятельно могут ответить на следующие вопросы, которые также представлены в учебнике Следующее задание, оно не относится к ПИЗа и не относится к тексту, который ранее изучали учащиеся Именно это задание, оно подразумевает работу с пословицами и развивает как нагляднообразное, так и логическое мышление Суть задания заключается в том, что учащийся должен каждой иллюстрации подобрать соответствующую пословицу Для того, чтобы учащийся смог подвести итоги по проделанной работе, ему предлагается выполнить задание номер 11, где он должен рассказать о своем школьном друге, о кружках, которые он посещает и также школьных мероприятиях Данное задание может выполняться учеником письменно, но по желанию учащегося он может прочитать его перед всем классом Мы уже говорили о том, что по окончании каждого урока учащийся проводит рефлексию, а также получает задание для самоподготовки Для того, чтобы учащийся достиг целей, которые перед ним ставит учебная программа, авторы учебника предлагают применять мультимедийные и интерактивные задания Такие задания предусмотрены для урока 5-6 «Благодарность живет в моем сердце», урок 7 «Прощение качества сильных», урок 8 «Родина золотая колыбель», урок 14-15 «Получай знания, выбирай профессию», а также урок 28 «Экологические угрозы» Учителю предлагается использовать мультимедийные и интерактивные уроки, а также видеоролики, которые входят в учебно-методический комплекс по предмету воспитания для 6-х классов Подводя итоги, хотелось бы попросить каждого преподавателя в рамках преподавания курса «Воспитание для 6-х классов» активно использовать метод проектов, метод анализа ситуации Пусть дети учатся больше работать в паре для того, чтобы развить у себя критическое мышление, коллективизм, а также работу в сотрудничестве Дайте детям образование, мотивируйте их, пусть они стремятся к прогрессу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова